Это очень не структурированный доклад. Это больше похож на калейдоскоп каких-то моих заметок, воспоминаний и опыта. Тут не очень много слайдов, и я каким-то вещам расскажу, предмет, на который я выделил. Но я надеюсь, что вы будете задавать вопросы, у нас будет живая дискуссия. Швеция – это такая страна на севере Европы. Это скандинавский полуостров, и на восточной части находится страна Швеция. Популяция, то есть население – 10 миллионов человек всей Швеции. Площадь – примерно полмиллиона квадратных километров, как Магаданская область. ВВП на душу населения – 50 тысяч долларов в год, в два раза больше, чем в России примерно. Немножко скучных цифр, но в общем, Швеция вот такая. Это сравнение некоторых… Есть такой статус, сравнение двух стран. Я ввел Швецию и Россию, и вот что выяснилось. Что в Швеции ты живешь почти на 12 лет больше, устройство на работе тебе тяжелее. И ты спратишь в 6 раза больше денег на здоровье. Но получаешь в 2,5 раза больше денег, чем в России. И у тебя больше свободного времени. Но у тебя гораздо меньше шансов попасть в тюрьму. Ну, как бы зелененькое – это плюс Швеция, красненькое – это минус Швеция. Если ты потребляешь больше масла, ну, наверное, это бензин имеется в виду, у тебя на 90% меньше шансов быть убитым или получить СПИД. То есть, если не хотите получить СПИД, лучше в России не оставаться. Умереть от инфаркта тоже в Швеции менее вероятно, а детей у тебя будет примерно столько же, даже чуть больше. На 0,42% больше детей, чем в России. Для меня, как бы, очевидные плюсы переезда в Швецию есть. Исходя даже из таких сухих фактов. В Швецию у тебя на 23% больше свободного времени, которое ты можешь тратить на воплощение своих мечт. Ты получаешь в 2,5 раза больше денег, чтобы тратить их на развитие, на свои мечты. И ты живешь на 11 лет дольше, чем в которые, эти года ты можешь потратить, опять же, на воплощение своих интересных. Так, чтобы попасть в Швецию, вам нужен документ, который подтверждает ваше право на пребывание в Швеции. Это может быть виза, которая дается на короткий срок, может быть, месяц, может, даже до года. Она может быть как туристическая, если вы просто приехали погостить, или же деловая, если вы приехали по делам. Ну, например, по работе, у вас командировка на несколько месяцев. Либо же есть ученическая виза, если вы приехали учиться, но этот вариант я вообще не буду рассматривать. Да и предыдущие два я тоже не буду рассматривать. Если вы хотите остаться в Швеции надолго, вам нужно получить вид на жительство. Его можно получить, ну, я сейчас могу сказать три способа основных. Приехать беженцам, сказать, что вас в России угнетают, вам тут жить нельзя, вас опасно для жизни, и беженцам приехать в Швецию. Вы получите право, вид на жительство. На мой взгляд, не очень, как бы, такой путь, потому что вы туда приезжаете уже с позиции слабого человека, и относиться вам будет соответствующе. Хотя, возможно, вам даже каких-то денег будут давать. Но сейчас, по-моему, лоббируются законы о том, чтобы не давать таким беженцам право на работу, и потом, впоследствии, оставаться обычными жителями Швеции. Следующий вариант – это виза, если у вас есть кто-то в Швеции, например, кто-то из близких семьи. Близкая семья – это жена, дети, по-моему, родители. То есть, если у вас там живет третья тетя на киселе, то, на мой взгляд, если у вас есть… Ехать по второму варианту тоже не очень хорошо, потому что он такой, а, ну, тоже, как бы, так себе. И нужно кого-то иметь, а если никого нет, то это никак не сделать. И третий вариант – это получить рабочую визу и уехать по рабочей визе. Я считаю этот вариант самым оптимальным, потому что вы в таком случае показываете, что Швеции вы нужны, вы квалифицированный специалист, и компания готова привезти вас из другой страны. И этим вы показываете стране, Швеции, что вы чего-то стоите, и не стоит вас бояться. То есть, получить рабочую визу, вам нужно получить работу. То есть, вам нужно получить оффер от компании, согласиться на него, и тогда начнется процесс, собственно, получения визы. Но сначала нужно найти компанию, найти, и чтобы компания взяла вас на работу. Для поиска работы я рекомендую использовать два сайта. Это LinkedIn, который заблокирован в России, но легко обходится, и Glassdoor, который не заблокирован, но он чуть менее популярен, но, зато на Glassdoor можно увидеть сразу отзывы о компании, отзывы о зарплате. Не только в компании, но и в целом в какой-то области, или даже по конкретной позиции. Например, можно ввести зарплату фронт-энд-разработчиков в Стокгольме, и увидеть примерно, сколько зарабатывают. Есть еще другие, но они менее популярны. Можно, конечно, искать на каких-нибудь Stack Overflow. По Стокгольму там очень мало вакансий, и по Швеции. Можно искать на Monster, специализирован не на айтишные. Для IT вакансий лучше искать LinkedIn и Glassdoor. Это основные пути поиска работы. Либо же, если вы хотите устроиться в какую-то конкретную компанию, например, в iZettle, где работаю я, у нас очень много открытых позиций, пожалуйста. Зайти конкретно на сайт этой компании и посмотреть ее позиции. Для Швеции могу сказать несколько компаний айтишных. Это iZettle, где я работаю. Есть Klarna, тоже финтех-стартап. Есть Spotify. У них довольно много позиций. Что-то еще, что я не знаю. Так вот, эти основные источники сайта. Находите там вакансию, оплаятся, и начинается процесс интервью, который находится в следующем слайде. Заметьте, я использую специальный шрифт, который называется Sweden Sans. Это официальный шрифт Швеции. Я сегодня это узнал, когда готовил слайды. Первый этап – это первичные отсеивания. Происходит это посредством либо разговора с рекрутером или каким-то HR-специалистом. Это, как правило, не технический человек. Он вас спросит просто, кто вы такой, что вы умеете. Возможно, он задаст вам какие-то вопросы по опроснику, на которые нужно ответить на уровне «да», «нет» либо какой-то конкретный ответ. Довольно простой. Этот этап довольно простой. Если вы что-то умеете, вы его легко пройдете. Дальше начинается процесс онлайн-собеседования. Он состоит из трех задач. Это онлайн-техническое интервью, это онлайн-культурное интервью и техническое задание, которое опционально. Иногда оно может совмещаться вместе с онлайн-техническим собеседованием. Конкретно в моем случае два раза проходил такой процесс. И в первом случае мне прислали ссылку на технические задачи на Кадилите, где нужно просто было решить на время три задачки или даже без времени. Они были довольно простые. Там было можно использовать любой язык программирования. Я использовал JavaScript. Иногда это совмещается. Во втором случае, когда я собеседовал с Вожей Вайзетл, у меня было техническое интервью, просто процесс парного программирования. Мне сказали расшарить экран через Google Hangout и дали простую задачку, которую я должен был решить при них. Использую любой из тех технологий, которые я хочу. Я использовал Vanilla.js. Как мне потом сказали, только два кандидата за всю историю использовали Vanilla.js для этой задачки. Один из них я. Задача была довольно простая, если честно. Написать счетчик, лейбл и две кнопочки, плюс и минус. Нажимаешь на плюс, счетчик увеличивается, минус, счетчик уменьшается. На любой технологии, которую ты хочешь. Чтобы это работало в браузере. Я думаю, можно было написать Ruby приложение с серверным рендерингом и базой данных. Потом нужно было к этому счетчику добавить несколько стилей, сделать кнопочки красивыми. Потом нужно было при изменении счетчика сделать запрос к API бэкэнду, парсить ответ, выводить его. И потом еще последняя задача была форматировать особым способом ответ сервера. Ну, в частности, просто сделать каждое слово с большой буквы. Кто знает, как сделать. Я сначала предложил, конечно, использовать CSS-свойства capitalize. А мне спросили, а как еще можно? Я сказал, а можно сделать сплит по пробелу, а потом join и еще пройтись в процессе мапом и сделать uppercase первому символу. Так вот, если вы прошли онлайн часть... А, да, да, еще культурное собеседование. Как правило, оно проходит с менеджером, либо же с техническими специалистами, где вам просто задают вопросы за жизнь, типа, ну, как вы себе представляете работу в команде? Или сколько человек должно быть в команде? Или как команды должны решать вопросы свои? Всякое такое. Вопросы направлены на вашу культуру работы. Как вы работаете в отрыве от технологий? Как вы общаетесь с другими людьми? Как вы решаете проблемы и как вы реагируете в сложных ситуациях? То есть мне задали вопрос, типа, ну, когда ты обосрался? Ну, в плане техническом, типа, когда ты факап? Какой у тебя факап был? Ну, я им там что-то наплел, что я как-то раз базу дропнул, потому что у меня миграции были кривые. Но я им просто придумал задачи, если честно. И вот эта культурная часть, это не собеседование. Ты не отвечаешь на их вопросы, у вас разговор, вы обсуждаете что-то. Ты сам можешь задавать вопросы. Если ты задаешь вопросы, это тоже хорошо. Если ты задаешь особенно правильные вопросы, это даже тебе добавляет еще больше плюсов. Во второй раз я даже спросил, ребята, а вы каких, как у вас вообще офис расположен? У вас open space там или что, или кубиклы, или что? И человек просто взял ноутбук и со мной прогулялся по всему офису, показал, вот типа у нас тут дизайнеры сидят, мне там по вебке показывал все это, по веб-камере с ноутбука, я там со всеми поздоровался, я увидел, как люди сидят, как офис выглядит. Это было очень круто, мне очень понравилось. Дальше, если вы прошли онлайн-часть, вас могут пригласить на оффлайн-интервью, где будет все примерно то же самое, только оффлайн и с другими людьми. Значит так, первый раз собеседовался в компанию Klarna, это финтех-стартап, они делают что-то типа кредитов, для потребителей. А второй раз я собеседовался в компанию iZettle, это компания, которая делает, выпускает карт-ридер для приема карточек для малого бизнеса. Еще не для малого, а для микро-бизнеса. Если ты продаешь хот-доги на улице, и ты хочешь принимать карточки, наш ридер тебе поможет, это будет стоить довольно дешево. Когда я собеседовался в Klarna, меня пригласили на оффлайн-чассе, там было 5 собеседований, 2 технических и 2 нетехнических. Плюс меня еще пригласили, сводили на обед сотрудникам компании, чтобы мы могли пообщаться в неформальной установке. Но я подозреваю, это тоже было собеседование. Мне потом отказали, хотя все было классно. Я все задачи решил, все было хорошо. Но почему-то мне отказали, я очень расстроился. Но спустя полгода я нашел себе силы, попробовал еще раз. И когда я собеседовал в iZettle, у меня не было этой части с оффлайном. То есть сразу после онлайн-собеседований мне сделали оффер. Чему я несколько удивился. Я думал, все-таки меня пригласят, чтобы посмотреть вживую на меня. Но и вот так бывает. Да, и потом вы получаете оффер. Оффер – это предложение заключить контракт. Там описаны, что компания вам предлагает, какие условия, и что она от вас хочет. Там обычно описывается зарплата, отпускные, политика по больничным, всякие плюшки типа спортзала. Так вот, да, компания, если она хантит кого-то за рубежом, она вкладывается в процесс релокации. Это процесс перемещения вас, как сотрудника, из одной локации в другую локацию. В моем случае из Воронежа в Стокгольм. Собственно, процесс состоит из трех основных этапов. Это получение work permit, то есть когда у вас есть контракт, то есть когда вы принимаете оффер, вы подписываете контракт с работодателем. Как правило, это просто онлайн. Вы там печатаете, подписываете, отправляете, они тоже печатают, подписываете. Подписывают, все, у вас контракт. С этим контрактом и пачкой документов вы приходите в посольство и говорите, что вы хотите получить work permit и жить в Швеции. Но зачастую компания нанимает какую-то компанию, в которой вы будете работать, нанимает другую компанию, которая занимается всем вот этим, потому что они в этом специалисты. У них там есть свои связи в посольстве, в министерстве. Через них процесс отойдет быстрее. В моем случае я не делал ничего. Все, что мне нужно было сделать, заполнить пару форм, подписать пару бумаг и все, сидеть дальше на диване и ждать, пока мои документы будут готовы. Пока готовятся документы, можно заняться поиском квартиры, где жить. И это большая проблема в Стокгольме. Это основная проблема, которая перед вами стоит при переезде в Стокгольм. Найти хорошее жилье. И даже не хорошее, какое-то по приемлемой цене. А, ну еще забукать билет это несложно. Купить билет в сайте авиакомпании, даже PHP программист справится. Мне прислали вот такую диаграмму. Это хитмэп по районам Стокгольма с ценами на однокомнатную квартиру. Ну, студия. Это студия означает однокомнатную квартиру. Так, значит, тут цены указаны в кронах. Одна крона равняется 7,5 рублей. То есть 10 тысяч крон – это 75 тысяч рублей. Курс к евро примерно 10 крон – 1 евро. То есть 10 тысяч крон – это 1 тысяча евро. Понимаете, как бы, до хера, если, как бы, честно скажем. Однокомнатная квартира за 1000 евро. Так вот, я бы сказал, что вот эти цены несколько завышены. Тут кружочком обведен центр города, который прям центр-центр. Это 4 района. Это Нормальм, Остромальм, Кунстхольмен и Сёдермальм. Я живу на Сёдермальме и плачу 10 тысяч крон, а не 12. То есть немножко статистика подбирает. То есть можно найти подороже. Но я думаю, они специально посылают такие завышенные цены, чтобы люди не… В общем, цены конские. И даже с такими конскими ценами найти какой-то вменяемый вариант – это сложно. То есть они просто за часы расходятся. Квартиры, они немножко специфичные. Например, они могут быть очень маленькими. Мне предлагали вариант вот здесь, на Кунстхольмене. Это типа центр города. За 11 тысяч крон квартиру в 20 квадратных метров. Где у меня спальное место было над кухней. То есть у меня там была такая лестница и кровать такая на полочке. Что вообще невозможно. Я большой человек, я бы там постоянно утыкался, я не согласился на этот вариант. В итоге я дошел на довольно неплохое место на Сёдермальме за 10 тысяч крон, 40 метров. Прекрасный старый дом, которому уже 90 лет. И мне там очень нравится. Я искал на локальных сайтах. Это Bostad.se, что-то такое. Можно просто погуглить. Компания, которая занимается релокацией, в моем случае, у них есть собственный внутренний банк недвижимости. Где какие-то их личные объявления, которые эксклюзивно для них есть. Ну, собственно, именно там я и нашел свой вариант. А все мои варианты найти что-то за пределами просто провалились. Если какая-то квартира находится, и на нее оплатят заявки, то я вижу там 250 заявок на квартиру. Но шансы получить квартиру, особенно если ты приезжий, практически нулевые. Найти жилье – это большая проблема. И стоит спросить при обсуждении оффера, насколько компания помогает с съемом жилья. Иногда есть такие случаи, когда компания сама снимает какую-то квартиру где-то в городе и дает тебе право жить, скажем, полгода в этой квартире. И просто деньги за район этой квартиры будут у тебя из зарплаты вычитаться. Такие варианты есть, и это, я считаю, тоже неплохо. То есть за полгода можно освоиться и уже найти какое-то свое жилье, которое тебе нужно. И сам уже понимаешь, где ты хочешь жить. Вот я сейчас живу в центре города, но я сейчас понимаю, что я бы мог жить где-нибудь и не в центре, где-нибудь в Сольне или в Шисти, или как там этот, Ривенбрю, который самый эмигрантский район проблемный. Но в целом как бы довольно легко добираться. То есть мне до работы добираться 20 минут, 21 минута от двери до двери. Но пешком до метро, на метро, и от метро пешком до офиса. Но, скажем, если бы я жил где-нибудь в Рильхольмене, я бы добирался, скажем, 27 минут или 28 сильно близко в центре. Плюс в центре, если вы едете с семьей, в центре вообще нет никакого понта жить. Потому что там будет меньше площадок, меньше парков, а на районах, которые за пределами центра, там будут эти условия гораздо лучше. В общем, внимательно обращайте, стоит поиску жилья, стоит уделить очень много внимания и подойти к вопросу ответственно. А, это я, собственно, про работу уже начинаю говорить. Значит, начать я хотел разговор про работу с понятия work-life balance. Вот как бы иллюстрация самая яркая, которую я нашел. То есть, это пятница, 3 часа дня, в офисе никого. Я один сижу и топ, только потому, что у меня совещание в 4 часа с ребятами из Британии. А в Британии задроты работают, они могут и в пятницу в 5 часов вечера написать. Давай-ка, Артем, я с тобой побеседую на тему, как нам вот такую штуку сделать. А я такой, ребята, я уже час бухаю в офисе, извините, нет. Давайте на понедельник перенесем. В общем, да, work-life balance. Практически в первый, во второй мой рабочий день, когда я хотел завершить задачу, которую мне дали. И время уже было где-то 5 часов, 5.15. Уже почти все ушли. Но я хотел доделать задачу, чтобы у меня просто голова освободилась, и я пошел отдыхать с чистой совестью, чистой душой. И в это время Тим Лид, который сидит вот там вот, он, кстати, носит сандали с носками. Он мне сказал, Артем, типа, ты долго не сиди, нам, типа, не нужно, чтобы ты там упарывался. Лучше ты иди, отдохни. Это будет лучше, чем ты сегодня поработаешь и устанешь, и завтра придешь уставший. Отдыхай. Нам нужен ты бодрый и полный сил, а не выдавшись и выгоревшись. 40-часовая рабочая неделя. Но по факту-то, как бы, ну, никто у нас в офисе не работает в таком режиме. 6 часов с учетом, как бы, совещаний, митингов и, как бы, непрограммирования. А митингов довольно много, кстати. Для меня было сюрпризом, что шведы любят собраться и поговорить что-нибудь, обсудить, хотя даже это иногда не нужно. Так вот, work-life balance. И это во всем. То есть я не вижу у людей то, что они старятся как-то вот прям вот, прям сильно вкалывать. Они, как бы, хорошо работают, довольно профессиональные. Я не видел, чтобы кто-то на работе, в рабочее время сидел и кровенно тупил какие-нибудь сеточки или какой-нибудь ютубчик смотрел. Люди не особо переживают то, что там не будем на это релизить. На следующей неделе зарелизим. А, и потом еще через недельку. У нас не горит. Вообще, нам TeamLead собрал на совещании, когда у нас было совещание о том, что мы делаем как команда и что мы хотим делать, а что не хотим делать. И что вообще мы планируем делать в ближайшее время. То есть у нас была такая ретроспективная сессия внутри команды, и мы решали, что мы будем делать. И TeamLead сказал такую мысль, типа, давайте запретим термин deadline. Давайте работать без deadline. И его все поддержали. Теперь у нас нет deadline. Даже запрещено использовать слово deadline. Был один тип и deadline, где-то нужно было мигрировать в CircleCI до 31 августа, потому что они там переделывали, ну, заканчивают поддержку первой версии тестов. Переходят на вторую. Мои коллеги сказали, вот у нас deadline, типа, 31 числа. И мы говорим, Дэнил, погоди, у нас нет термина deadline. Он такой, да, точно, у нас нет. Ну, в общем, мы должны сделать это 31 числа, иначе наши тесты будут, не будут работать. Да, люди сидят по комнатам, по командам. Но, типа, если ты не хочешь сидеть в комнате, ты можешь просто написать, ребята, можно я посижу в вашей комнате сегодня? И прийти посидеть у них в комнате с ноутбуком. Да, все работают с ноутбуком, никого нет у ворк-станции. Компания интернациональная очень много нанимает людей из-за границы. Это сейчас связано с тем, что пришел новый СТО полгода назад и, видимо, сказал, нам нужно расти, давайте нанимать не только из Швеции, но и со всего мира. И сейчас работают реально люди со всего мира. Даже в нашей команде, где всего сейчас 5 человек, из Швеции только один. Это его тимлида, потому что тимлид ушел в отпуск по уходу за ребенком на полгода, его не будет до февраля. А так, есть я из России, есть Налака из Сашиланки. Фотографии, видите, висят флаги всех стран, откуда есть у нас люди. Я вижу Японию, Мексику и еще какие-то другие страны. Но вот там Греция есть. И реально, народу очень много, и это клево. То есть можно услышать разные языки и пообщаться с людьми с разных стран. Как-то обменяться опытом, это классно. Мне нравится. Кстати, на то, почему Швеция, почему, скажем, не Канада. Английский. Потому что я, когда выбрал страну для эмиграции, у меня были... Одно из критерий было то, что я не хочу учить местный язык. Еще один, помимо английского. То есть английский и так уже мне тяжело дается. А тут еще учить английский какой-нибудь, не знаю, испанский или французский, или итальянский, если в Италию ехать. Поэтому я ограничил страны, где я могу ограничиться только английским и нормально выживать. В Европе это три страны. Ну, Германия как бы четвертая, но все-таки не так. Так, значит, я выбрал для себя Англия, но в Англию не хочу ехать, потому что мне не нравится Англия. Это Нидерланды на втором месте по распространению... Ну, окей, они на первом месте по распространению английского языка среди, где английский не основной язык. Но Нидерланды мне тоже не очень нравятся, потому что как-то, я не знаю, там букинг и он все зажирает под себя. А других компаний там не так много, хотя хватает тоже. Плюс там низины и много, короче, туристов. Да, Амстердам туристический город. Я не очень люблю туристические города, где много туристов, поэтому Нидерланды тоже отмел. А на следующем месте Швеция, и она находится на втором месте по распространению английского языка. И по факту все говорят по английскому языку, даже продавцы в магазине не могут с тобой на английском объясниться. Интернациализация, вот. Но несмотря на то, что все много, все этих, много национальностей, все говорят на английском кое-как. Как бы shitty English это типа дефолтный язык общения в Европе. И вот в пятницу, в прошлую пятницу я бухал с чуваком из Бразилии, Габриэлом. И его английский как бы не сильно лучше моего, но еще с португальским оцентом бразильским. И иногда я не понимал, что он говорит, потому что он говорит слова слишком, ну, с другим произношением. Я думал, он не понимал, но до меня, потому что я тоже по-своему говорю слова. Мог бы ты оценить свой уровень английского по вот этим, знаешь, уровням типа A1, A2, B1, B2? Я не знаю, что они сочетают. Я знаю, типа есть Elementary, Intermediate. Да, Upper Intermediate. Я очень считаю, что у меня очень плохой английский. И я удивлен, что как меня взяли туда. И до сих пор у меня есть проблемы с английским. Но я бы оценил где-то Intermediate, что-то среднее между Intermediate и Upper Intermediate. Но у меня есть большие проблемы с грамматикой. Я довольно часто путаю артиклы и времена. Шведы очень довольно терпимые. И, в принципе, в культуре западной не принято поправлять людей. Поэтому они все-таки терпят и пытаются понять меня. Важная часть культуры Швеции – это фика. Фика – это попить булочки с кофе после обеда. И попиздеть. Тебе надоело работать? Типа такой, пойдемте фика, короче. И мы все идем на кухню. Он как бы, let's do фика. Типа так мы говорим. И просто идем на кухню, берем булочки, берем кофе и общаемся в течение часа. Важная тема этих фики – это то, что это неформальное общение. Ты не должен обсуждать рабочие вопросы за фикой. Ты должен пообщаться за жизнь, обсудить, не знаю, последнюю игру команды какую-нибудь. Такой, типа, small talk. И ты можешь поговорить с кем угодно. То есть я могу подойти к нашему SEO и сказать, пойдемте. И он такой, пойдем. Я бы сказал, это плоская организация общества. Не принято сильно выделяться. То есть если ты, даже если SEO, компания крутой, с миллиардной компетентализацией, ты не ведешь себя очень заносчиво, и ты все равно остаешься простым человеком. И общаешься. Момент рассказать. Я, короче, пошел на кухню себе, сделал сэндвич пожрать после обеда. Ну, мне захотелось перекусить там где-то часа в три, в четыре, когда уже прошло пару часов после обеда и хочется перекусить. Я пошел на кухню, сделал себе сэндвич. У меня в одной руке сэндвич, в другой руке у меня кофе. Я такой подхожу к своему, к своей комнате, а дверь закрыта. Мне нужно ее открыть. Я такой уже готов, типа, своим локтем это как-то двигать неловко. А в это время SEO проходит, такой, о, давайте помогу. Я открыл мне дверь. И я зашел, такой, спасибо ему. А вам открывал SEO дверь? Насчет, опять же, этой иерархии. Для компании раз в месяц у нас проводится так называемый all-hands meeting, когда компания вся собирается и рассказывает, что произошло в компании за последний месяц. Какие там случились важные события, какие достижения случились. И каждый месяц выступает наш SEO, говорит с людьми, общается. В принципе, и каждый раз он заканчивает свою речь. Типа, если вы хотите поговорить о чем-то, если вам есть что-то сказать мне, как бы моя дверь всегда открыта к вам. И сидит он как бы, правда он сидит в отдельном офисе, но как бы вместе со всеми. То есть у него одна как бы команда, там сидит, по-моему, бэкэнд разработчики. Слева сидят другие разработчики, а между ними у него маленький кабинет, где он один сидит. За абсолютно таким же словом, как у меня. Фига классная. У нас даже есть в плане, в календаре рабочем, пятничная фига, где мы обсуждаем, просто рефлексируем командой. Артем, а ты привык к такому режиму работы? То, что ты можешь подойти к SEO, там что-то поговорить? Я никогда не подходил к SEO, и я не чувствую в себе необходимости подойти к нему поговорить. Потому что мы работаем... Ты отделяешь как бы SEO от себя, от своей команды. Я думаю, если у меня будет какой-то вопрос, который я захочу с ним обсудить, я могу, я чувствую себе, я чувствую, что я могу подойти к нему и поговорить. Скажем, когда я работал в Воронеже в компании STIT, там я не чувствовал такой возможности, что я могу подойти к SEO и что-то обсудить с ним. Даже если у меня возникла необходимость. Потому что он очень сильно дистанцировался от команды. Хотя каждое утро, когда он приходил в офис, он обходил весь офис и здоровался с каждым за руку. Что выглядело довольно странно. Но ты сейчас чувствуешь эту дистанцию какую-то? Я сейчас... Или ты ощущаешь, что она просто гораздо меньше, чем была здесь? Она есть, но она есть из-за того, что мы работаем на разных уровнях. Мы решаем совершенно разные задачи, и наши рабочие плоскости не пересекаются фактически. Я хотел бы поговорить об архитектуру. Мне очень нравится архитектура Стокгольма. Это очень старый город, где очень много домов, довольно старых, там, некоторым домам по сотне лет. Не очень нравится, как это выглядит. В данном случае тут подборка номеров домов, нет, номеров подъездов даже. И просто оцените, насколько они могут быть разными, и насколько они крутые все, насколько они красивые. Мне кажется, вот это мне очень сильно нравится в Стокгольме, что там у всего есть вкус, как бы почти нету каких-то вещей, которые какие-то некрасивые. То есть они могут быть некрасивыми, но все равно они гармоничные. Мне это очень нравится в Стокгольме. Очень много татуировок у людей. Прямо постоянно. В России я почти ни у кого не вижу татуировки, и если есть татуировки у людей, то есть это какие-то маргинальные личности. В Стокгольме же постоянно у всех татуировки, это может быть любой человек, любого уровня. Я видел человека, который идет в костюме таком, но видимо, что он работает в какой-то серьезной фирме, и у него там на шее какая-то татуировка была. И это норма. И никто не считает, что типа татуировки это что-то такое зашкварное. В Швеции же иметь небольшую татуировку у человека, на руке какая-нибудь, не знаю, птичка или там слово какое-нибудь. Почти там чуть ли не у каждого третьего есть татуировка, и это норм. Татуировки прикольные. В данном случае я просто ехал на лифте, на эскалаторе и вот сфоткал человека с татуировкой. Я не могу быть уверен, кто это. Может, это шотландец. Вроде это была женщина, но это не точно. Да, городская среда очень комфортная. Все очень продуманно. Даже вот на этом перекрестке, обратите внимание, есть по центру островок безопасности, что могут перейти одну часть дороги, потом другую. Также на зебру есть склон. И если ты, скажем, едешь на коляске инвалидной, никаких проблем перейти дорогу у тебя нет. Есть же также, в углу вы можете заметить знак велосипеда. Это означает, как там сделано? Там перед светофором, перед перекрестком есть отдельная зона, где могут велосипедисты остановиться. И только потом уже идет зона для автомобилей. То есть город очень сильно приспособлен для велосипедистов. Вот, кстати, вот тут видно. Вот, видите, вот часть. То есть специальная зона, где велосипедисты останавливаются. Плюс вот тут видна, довольно плохо, но видна отдельная полоса для велосипедистов. Перемещаться на велосипеде по городу гораздо удобнее, скажем, чем метро. Если не считать, конечно, подъемы в горку, которых очень много, там, конечно, можно сдохнуть. Да, мне купил велосипед, но мне его украли через две недели. Также присутствует ливневая канализация, куда стекает вся вода после дождей. А дождей в Швеции много, осадков довольно много выпадает. Но город под это дело приспособлен. Очень комфортная городская среда. И, как следствие, из этого довольно часто можно увидеть на улице людей, скажем, с инвалидностью. То есть в колясках или каких-то специальных катушках. И я сначала подумал, типа, нифига себе, как много инвалидов в Швеции. Но потом я подумал, что, ага, может, просто у них есть возможность выбраться на улицу. Потому что выбраться на улицу инвалиду в России – это та еще. Вот еще челлендж. И да, типа, я на рейс инвалид, ехать в Швецию – это хороший вариант. Там будет проще жить. И мы как-то шутили с корешами, что, типа, в какую сторону случается ехать в зависимости от твоей инвалидности. Если у тебя, короче, инвалидность с ногами, то лучше ехать в Швецию. А если у тебя с глазами, ты слепой, то лучше, по-моему, в Англию ехать, потому что там для слепых больше приспособлены. И такие. В общем, городская седа очень удобная. Ссылка к предыдущему слайду. Смотрите, вот тут я ехал в метро и застал стройку. То есть это строительство какой-то развязки новой. И что меня тут привлекло, что, если вы обратите внимание, вот на этой под арматурной сеткой находятся такие провода. Да. И это, походу, это утепление. Подогрев дороги, чтобы дороги были сухие, чтобы не было там налеги, чтобы не было снега, и влага испарялась, и были сухие дороги, по которым можно было безопасно и быстро ездить. Корот настолько продвинутый, что они утепляют дороги. Да. И общественный транспорт. Это карта метро и пригородных поездов Стокгольма. и метро, на мой взгляд, хуже, чем в Москве. То есть разобраться в шведском метро – это та еще задача. Смотрите, вот вроде в России как, в частности, в Москве и в Питере, вот есть красная ветка, она вот красная отсюда до сюда, и все. И как бы ты сел на красную, ты доедешь там из конца в конец. Или там на кольцевую ты по кругу будешь кататься, и все хорошо, все понятно. И вот ты на станцию пришел, у тебя слева в одну сторону поезда идет, справа в другую. Едешь вперед, едешь назад. Все понятно и просто. Стокгольм просто пиздец. Смотрите, вот зеленая ветка. Вот она идет такая, 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 идет, 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 а потом хоп, расстрояется на три разных ветки. И, например, если ты хочешь доехать отсюда, вот сюда, то тебе нужно искать поезд, который поедет именно в эту сторону. Ты не можешь сесть на любой зеленый поезд, на любой поезд на зеленой ветке и уехать, куда тебе нужно. Нужно всегда следить, куда едет поезд. И меня первые дни это просто вымораживало, я не понимал. Каждый мой визит в метро заключался в том, что я сидел, утупил в телефон, пытаясь понять, какие мне нужны. И еще усложняет дело в том, тем, что указывается не конечная станция на ветке, а любая станция на этой ветке. Потому что поезд может идти, например, только вот досюда, а не досюда. И будет указана вот эта станция. То есть нужно помнить все станции по всем веткам, по всем, да, по всем веткам. А еще бывает, что у тебя, вот ты предстоишь на станции на перроне, у тебя справа зеленая ветка, а слева красная. И все. И тебе надо вернуться на станцию назад, потому что ты проехал. И ты такой сел на этот, на другую сторону по привычке. И хоп, уехал вообще в другую сторону по красной ветке. Я такой, блядь. Но мне повезло, я езжу от вот от Слюссена до Хатория, только по зеленой ветке. И у меня нет каких-то особых проблем с этим. И то есть мне любой поезд на этом промежутке подходит. Наверное, потом, если у меня будет боль, я буду жить в другом месте или работать, я изучу. Но вообще есть какое-то, есть официальное приложение, но оно, по-моему, убогое просто. Просто жуть как. А еще покупается проездной, скажем, на месяц или на год сразу. Стоит довольно дорого, 83 евро на месяц. Но это безлимитные поездки в течение 30 дней. Но этот проездной действует не только на метро, но еще и на автобусы. Некоторые пригородные поезда, которые в пределах, если ты хочешь ездить на переходном поезде, в пределах города. А еще на некоторые водные маршруты на лодочке. Например, вот если ты хочешь съездить из Наки на Гамластан, там входит паром. И можно на этом пароме проехаться по проездному в метро, из метро. Я бы сказал, что неплохо, но метро заморочистое. Надо просто потратить время и разобраться, как в нем работает. Но первые пару недель были тяжелые для меня. Потому что я много ездил по городу. И бывало, я приезжал не туда, куда нужно. И очень переживал по этому поводу. Я хотел поговорить про еду. Фотографии обычного магазина, самого обычного магазина. Просто как иллюстрация к разговору про еду. Еда очень качественная. Она дороже, но она качественная, она вкусная. Очень яркое впечатление было, когда я попробовал шведское молоко. Оно просто вкусное. То, что мы пьем, тут какое-нибудь, не знаю, простоквашенное или, не знаю, вкуснотеевое. Это какое-то, не знаю, молочное юппи. То есть это совсем не вкус молока. И для меня это было таким шоком. Я всегда думал, что в России молоко нормальное. Оказалось, нет. Молоко очень невкусное в России. В Швеции гораздо вкуснее. Ну и, конечно, там есть такие продукты, которые у нас тут нет. Типа там сыров. Они, конечно, на голову выше всех местных. Продукты дорогие, но вкусные. Вот так. Коротко. И еще они быстро портятся. Прям вообще. То есть три дня что-то полежало, все, оно уже можно выкидывать. Не знаю. Для меня тоже это было сюрпризом. Но, наверное, просто меньше консервантов используется. Мог бы ты сравнить Швецию с другими странами? Но основной вопрос – много ли ты путешествовал до того, как переехать в Швецию? То есть богат ли у тебя опыт жизни в других странах? Длительный или просто короткий отпуска? Да. Я не люблю путешествовать, поэтому я мало путешествовал. Я был в Чехии, но было довольно давно, в 2009 году, и ненадолго в силу, по-моему, пару недель. Вытекающий от своего вопроса. Что тебя подтолкнуло к тому, чтобы искать работу за рубежом и переезжать? То есть как мысль созрела? Меня не устает Россия как государство. Я хотел бы жить в другом государстве. Как отдыхают шведы? Если погода хорошая, шведы любят выбраться куда-то в парк, на природу. Просто посидеть, потупить, купить какого-то хавчика, купить вина и просто позависать на солнышке. Для них это, по-моему, вообще самый кайф. И, собственно, все лето все парки были... Это лето было очень жарким, потому что... Ну, так вышло. Оно было самое жаркое за последние, по-моему, 50 или 70 лет. Просто все лето все парки были забиты людьми каждый день, каждый вечер. От 25 до 32 в течение, по-моему, двух месяцев. Какой вообще климат в Стокгольме? Сколько месяцев холодно и насколько тепло? Климат как в Питере примерно, но, по-моему, чуть помягче. То есть это зима такая, знаете, не холодная, слякотная, я бы сказал. Когда у тебя падает мокрый снег, ну, потому что это довольно на севере находится, и там солнце по-другому немножко работает, как нежели ближе к экватору. Климат довольно прохладный. И это лето было супер жарким и супер долго жарким. Такого не было очень долго. Обычно лето это конец июня, июль. И в это время основная такая хорошая погода. Но в это лето прям весь июнь, июль, август и май, и, походу, даже сентябрь будет погода такая теплая, кайфовая. Но для меня слишком жарко. Я не люблю жаркую погоду. И если там на улице больше 25 градусов, я чувствую себя плохо. В остальное время, я думаю, шведы просто бухают в барах или не в барах. Да, по-моему, это последний слайд, который у меня заготовлен. Но я жду ваших вопросов, чтобы еще обсудить другие вещи. Спасибо за интересную презентацию про Швецию. Меня беспокоит множество вопросов. Но самое главное, в первый раз, когда я собирался в Швецию, я посмотрел статистику преступлений и всего прочего. И вот меня насторожил тот факт, что изнасилований в 10-миллионной Швеции в год происходит порядка 12, а иногда и 18 тысяч в год. В той же самой Москве, ну, с населением 14 миллионов изнасилований, где-то от 200 до 500. Почувствовал ли ты на себе такое? Слушай, ты очень хочешь эту бутылку колы, ты заслужил. Нет, не ощутил. Я думаю, дело связано с тем, что шведы очень порядочные и очень законопослушные. И даже если они изнасиловали, они с высокой вероятностью сами придут и сознаются, что они изнасиловали. И потом они пройдут, ну, как это, реабилитацию. Возможно, это будет какая-то отбывание в какой-то колонии или что-то такое, или терапия психологическая. И потом они возвращаются в обычную жизнь. И типа они уже преодолели свои проблемы. Им даже от этого больше уважения, что он как бы справился со своими проблемами и преодолел их, продолжил дальше жить. Просто, как я слышал, в Швеции достаточно широко трактуют понятие изнасилования. И там не обязательно было принуждение, и не обязательно человек должен был в бессознательном. Да, об этом ведутся очень такие разговоры. То есть там очень размыто вот это понятие изнасилования. Довольно легко попасть под изнасилование, даже если ты просто девушка была, ну, сомневалась, скажем так, готова она с тобой сегодня повеселиться или нет. Или, может, ты просто был плох, и она такая, посажу. Он не старался сегодня ночью. Я не могу никак прикомментировать эту ситуацию, я не изучал этот вопрос. Но, да, я слышал какие-то обсуждения о том, что как-то там изменили вот этот порядок согласия на секс. Не знаю, я просто не очень вовлечен в сексуальную жизнь в Швеции, поэтому не изучал эти вопросы. Я скажу другую интересную статистику. 60% шведских женщин согласны на секс на первом свидании. Самый высокий показатель в мире. Скажи, Артем, а по уровню расходов мог бы ты как-то вот категоризировать? Типа на еду у меня, ты один там, я не знаю просто. Да, я живу один последующий месяц. А вот сколько у тебя уходит на еду, на развлечения, на транспорт, на жилье? На транспорт уходит 860 крон в месяц. Это 86 евро. Это проездной на метро, который, в принципе, покрывает практически все перемещения мои. Возможно, если я захочу съездить куда-нибудь за город далеко, мне придется купить билет на поезд или на самолет. Но это выходит за рамки стандартных трат. На еду, если я правильно, если верить моему, как сказать, ну у меня банк есть. И в банке есть мобильное приложение. И там есть некоторая статистика. И по этой статистике я трачу на еду в месяц около 5000 крон. Это примерно 500 евро. Плюс я трачу довольно много денег на ланчи. Почти каждый день я хожу на обед с коллегами. И один обед стоит примерно 10 евро. То есть в месяц примерно 200 евро на это уходит. То есть суммарно на еду уходит у меня около 700 евро. Такая статистика насчет еды. Насчет других трат поход в бар обойдется где-то примерно 40-50 евро на что-нибудь перекусить, что-нибудь поесть, что-нибудь выпить. Но это такой хороший поход в бар. То есть прям нормально. То есть можно и дешевле сходить. Скажи, а вот так примерно в процентах сколько ты тратишь и сколько у тебя от зарплаты остается? У меня немножко сложная ситуация. Я довольно много денег отправляю в Россию, в семье. Поэтому мне очень много остается. Но если включить эти траты, то есть даже с учетом того, что я довольно много отправляю денег в Россию, мне все равно остается достаточно денег, чтобы, скажем, не отказываться в удовольствии. То есть я могу пойти и поесть куда-нибудь. Удается копить? Копить пока не очень удается, но я просто очень вовлечен в вас. А много ли ты по Швеции ездил? Или ты пока только в одном городе? Я не очень много ездил. У нас было выездное мероприятие от компании. Мы уезжали за час езды на автобусе, примерно 100 километров от Стокгольма. У нас там была вечеринка на турбазе за счет компании. Мы там пухнули, попрограммировали. Было весело. Я не очень много путешествовал. Я пока еще там в Стокгольм не до конца исследовал. Я так понял, ты 4 месяца назад переехал туда, правильно? Да, я переехал в мае. Да, в начале мая. 9 мая, то есть через пару дней будет 4 месяца. Ну, вообще, как бы, да, про путешествий. Это несложно. Сел на поезд и поехал. Какой-нибудь небольшой городок. Ну, просто сама Свеция, она такая, ну, там не очень много больших городов. Большие города это Стокгольм, Мальма и Готенберг. И все. Остальные города такие маленькие, там, не знаю, на 20-30 тысяч населения. И делать-то особо у них них нет. А север Швеции, он довольно холодный, и там вообще почти ничего нет. Ты говорил, что команда у вас многонациональная. Да. И при этом, как бы, все профессионалы своего дела. А мог бы ты как-то оценить качество кода? Качество кода? Качество кода, да. Вот ты пришел, ты увидел проект, ты увидел, как они пишут люди из Швеции, из других стран. Мог бы ты оценить его, ну, как-то, какие-то ощущения были, нет? Я бы сказал, что у нас очень квалифицированная команда. То есть, людей нанимаются, которые знают свое дело. Даже, возможно, если там, мы наняли чувака, он не очень знал React. Да и сам я React не очень хорошо знал, когда поступил на работу. Но за счет того, что в целом культура довольно высокая в компании, люди быстро подтягиваются к этому уровню, начинают коммитить на том же уровне, что и все остальные. Есть один чувак, Мартин, но он уже не работает в нашей компании, но я часто вижу код, который хуево написан, это, короче, его код. Но он уже не работает, поэтому предъявить мне его нечего. И культура работы очень высокая. То есть, на отъебись не делают. Чего я часто замечал, скажем, работая в России, как бы, а, как бы, сделает и как бы их я с ним. Нет, тут, как бы, есть у нас процесс, есть процесс кода-ревью. То есть, чтобы закомнить свои изменения, ты должен получить, как минимум, один аппруф от кого-то. И там довольно бурные обсуждения набывают. Не только там на уровне, что-то это переменное, короче, как-то странно выглядит, но и там более высокоуровневые. То есть, один случай, меня попросили сделать изменения, я его сделал, а потом мы в процессе обсуждения пиара поняли, что этот код не нужен, и нужно на другом уровне решать эту проблему, чтобы зафорсить людей, которые пользуют нашу систему, работать с ней по-другому, а не прогибаться под их требования. Вот так. И я бы сказал, да. В целом, качество кода хорошее. И я очень многому типа учусь. Еще маленький вопрос. Когда у тебя угнали велосипед, как отреагировали твои коллеги? Ты же пил кофе там с ними, с булочками, обсуждал, наверное, эту тему. Какая реакция была? Как там про тебя, может быть, что-то сказали? Что-то ты не так сделал? Может быть, скинулись действительно? Так, начну с конца. Нет, не скидывались. Когда я сказал, что у меня украли велосипед, они такие, о, типа, сожалеем, типа, да, обидно, но, типа, ты не один с такой бедой. И у меня вообще, типа, три велосипеда уже украли. Да, они сказали, что спросили, какой у меня был замок. Я сказал, что самый дешевый. Такие, ну, ты зря, конечно, понадежнее чего-нибудь брать. У меня два замка, типа, на велосипеде. Я, конечно, мониторил пару недель объявления на местном Авито, но я не нашел ничего, что было похоже на мой велосипед. Есть поговорка, что если кринуть, эй, это мой велик, типа, 8 из 10 обернуться. Да, да, да. Я хотел включить слайды насчет переработки мусора. Это действительно так. В быту это как выглядит? У меня есть три мусорных ведра, куда я кладу разные вещи. Нет, окей, у меня есть одно мусорное ведро, куда я кидаю всякий такой бытовой мусор. Там, упаковки от каких-то продуктов, остатки еды. И этот мусор я кидаю в общую мусорную кучу, которая у нас есть прямо в подъезде. Типа мусоропровод на первом этаже просто. Кидаю, все. С мусором все не так просто. Это очень зависит от конкретного домовладения. Какое-то домовладение может решать, ага, мы будем сортировать мусор. Мы за это будем платить столько-то, столько-то, столько-то. Другие решают, нет, мы не будем сортировать мусор, мы все будем скидывать в один контейнер. Нам это будет дешевле и проще. И не сортируют мусор. Кажется, в моем случае у меня, в моем доме есть мусоропровод на первый этаж. Туда скидываем мусор и все. Недалеко от дома есть контейнеры для сбора картона, для сбора бумаги, для сбора стекла, отдельно цветного, отдельно белого. Есть контейнер для сбора металла и пластика, по-моему. Плюс бутылки, я там купил, например, Кока-Колы. Я могу пойти сдать эту бутылку в магазине, получить такой чек на две кроны. И потом использовать этот чек при оплате продуктов в этом магазине. Нет, просто с этого места очень красивый вид на город. Вид на эту ратушу, где проходит вручение Нобелевской премии и на Старый город, и на Остер-Мальм и Нормальм. Это скала высокая, и под ней озеро. Там очень классно сидеть, правда. Насчет мигрантов. Не знаю, я сам не сталкивался с какими-то проблемами на этот счет. Пишут статьи, что там какую-то женщину чуть не изнасиловали. А потом туда приезжает Варламов и там все чище, убран, лучше, чем у нас в районах для среднего класса. А потом Миша скидывает статью, что в Швеции там мигранты сожгли 70 машин. У меня ни одной машины не сгорело под окнами. Я допускаю, что есть районы, где живут иммигранты. Скажем, у них есть такая слава, что там не очень популярно. И, соответственно, там цены на недвижимость падают, и туда стекаются свои населения победнее, и они там живут. У нас есть дизайнер по имени Антон. Я подумал, что он русский, но нет, Антон – это очень распространенное шведское имя, оказывается. И он выше меня ростом, он шире меня в плечах, он такой надкачанный, брутальный, с белыми волосами, собранный в пучок, и он работает дизайнером. Такой брутальный чувак, и у него такое выражение лица, такое суровое. И головы тут с таким скандинавским акцентом. Можно вернуться к теме языков? Вот компания интернациональная, значит, все общение внутри компании на английском, или вы переключаетесь между этими? Так, смотри. Все официальные мероприятия проходят на английском. Если у нас какое-то совещание, мы говорим на английском. Если у нас там стендап, мы говорим на английском. Если у нас просто пришел кто-то в комнату с каким-то вопросом, и он начинает говорить на шведском, или не на шведском, если я пишу, например, бразилец к бразильцу, и он начинает на португальском говорить, он говорит, эй, чувак, давайте типа на английском говорите, а то как-то неприятно. Но если, скажем, у тебя неформальная установка, ты там стоишь, кофе пьешь с чуваком, как бы вы с ним можете говорить на любом. То есть если вопросы не касаются, разговор не задевает других людей, ты можешь говорить на любом языке, который тебе хочется. Но если рядом есть другие люди, желательно использовать английский. Мне приятно, то есть я вот сижу на работе, мы пришли на обед, сидят два шведа, Дониэл и Юки, и я. И мы такие, хоп, даже нет, они пришли чуть пораньше, я чуть попозже, я там ходил в бургерсе за рестораном, и они как бы разговаривали, как бы вдвоем сидят на шведском, разговаривают им типа норм. И я такой подхожу, типа привет парни. И если они продолжают говорить на шведском, мне будет неприятно. Они об этом думают и переключаются на английский. Один раз, один раз мне не смогли со мной поговорить на английском, когда я пришел в ливанский ресторан на обед. Ну я сказал, типа я хочу пожрать ланч. Он говорит, о-о-о-о. Я говорю, я ваш не понимать, сколько я должен заплатить, ну там шведский стол. Он такой, подожди. И просто на калькуляторе набрал, показал мне 125 крон. Я заплатил и пошел жрать. Это был единственный случай, когда я не смог получить услугу на английском. Все остальные разы... Матерился на русском при коллегах? Я бываю, сижу там, блядь, почему я такой не работаю? Ну это такие, не то, что я там на всю комнату, я просто про себя. У нас чувак сидит этот, Мариан в нашей комнате. Или Хорватию. Он из Хорватии. Это девочка Мария из Словении. Мы с ним обсуждали, короче, тему нормативной лексики. И немножко научили наших коллег, когда нужно использовать, блядь. Было тяжело, они не очень поняли, мне кажется, концепцию. Нет, я не люблю с преподами заниматься, поэтому я просто стараюсь как можно больше контента на английском потреблять. Фильмы, музыка, книги, разговоры. Зависит ли от уровня английского то, какую тебе зарплату дадут или должность? Я думаю, есть такое. То есть, если ты, скажем, швед, тебе попроще будет попасть на какую-то руководящую должность. В некоторых компаниях, в принципе, сложно получить работу, если не знаешь шведского, потому что, ну, шведский может быть основным языком компаний, например, в компании King. Они делают мобильные игры и они делают движок игровой дефолт. И в этом команде конкретно все общение на шведском проходит. Типа, если не знаешь шведского, туда просто не попадешь. Да, они на кожу фигачат. Да, я думаю, есть какая-то ксенофобия все-таки, так или никак, как ни крути. Может, не совсем официально. Никто тебе не расскажет, типа, что ты русский, хочешь стать, не знаю, техменеджером в нашем разделе, типа, нет, ты не швед, типа, я не возьмем. Официально так не скажут, но я думаю, что-то такое есть, как ни крути. Моя подруга строилась очень шведскую компанию, Trust, она уже называется, они занимаются платежами. Она с трудом туда попала, потому что они занимаются какой-то программист базы данных и ее взяли, потому что, типа, она это умеет, но было тяжело очень устроиться и она говорит, что ей было очень тяжело социализироваться с коллегами, что первые несколько недель с ней даже не здоровались. В прямом смысле, проходили мимо нее и не говорили там ни привет, ничего. И для меня это как-то дико звучит, ну, что, не знаю, у нас такого не было. Но может, просто компания более интернациональная и она не настолько шведоориентированная. Ну, говорят, такое есть. Вообще, шведы, они как бы готовятся к войне с Россией, если вы не знали. Да, там были, весной, в мае, ну, всех там, кто военно обязан или хотел, их приглашали на учение и они отрабатывали типа варианты действия, если Россия будет нападать на Швецию. И по всему, по всему, по всему, разослали такие брошюрки, что делать в случае войны. И там, конечно, явно не говорилось, что Россия, но это читалось между строк, что, да, Россия потенциальный враг для, для Швеции. Я вообще думаю, в Данию, наверное, стоит переехать, потому что Даня такая, Швеция, только еще богаче. Пока мне все устраивает там. Я, по идее, можно получить гражданство спустя 5 или 6 лет, но у меня есть решение на работу на 2 года, потом типа еще на 2 года, и потом еще год, и можно уже на гражданство подавать. Я не знаю, какая точная процедура, но гражданство в Швеции, наверное, прикольно. А что ты планируешь с семьей? Ты не просто туда переехал ради зарплаты большой, то есть ты, я так понимаю, хочешь там жить и хочешь туда семью перевезти, то есть какие для этого способы есть? Как человеку жить с детьми в Швеции? Мой план такой, переехать на первое время один, чтобы просто понять, как там это, там живется, понять местные реалии, разобраться в ситуации немножко, немножко ознакомиться с местной культурой, и если все норм, перевозить уже семью туда. Для этого мне нужно будет подать там специальную заявку, в принципе, не должно возить тут проблем. И жене дадут там и ребенку вид на жительство на тот же срок, что у меня, ну, разрешение на работу, и они приедут ко мне. Вот, но сейчас я еще все еще на испытательном сроке, то есть у меня полгода испытательный срок, и пока этот срок не кончится, перевозить, конечно, семью, ну, рискованно. Вдруг мне все-таки откажут по той или иной причине. Если же этот срок пройдет, у меня будет постоянный контракт, и в случае, если меня захотят уводить, им нужно предупредить меня за три месяца. И за три месяца я уже могу найти другую компанию или же как-то подготовиться к переезду в другое место. Так что пока я жду окончания испытательного срока, и затем уже буду перевозить семью. Швеция, она очень благоприятна для детей. То есть дети там, это как корова в Индии. Ты не можешь там ребенка обидеть как-то, не дай бог ударить, тебя вообще сразу прав лишат. Дети там вообще делают, что хотят, если честно. То есть мы ходили в кафе с друзьями и у друзей, у них есть ребенок, девочка ей, по-моему, три года или два с половиной, как-то так. И она делала, что хотела в кафе. Она ползала по всем столам, она трогала все, что хотела, никто ей даже слова не сказал. Мне просто не обращали внимания, как будто ее нет. Детям очень много внимания уделяют, шведы любят детей, даже не своих. То есть довольно часто ситуация, когда развелись, например, пара, и там у ребенка появился новый отец или новая мама, и она как бы так же сильно их любит, как и другая мама. И получается у ребенка две мамы, что как бы даже прикольнее, чем одна. За счет детей можно выявить всякие плюшки. Например, я слышал историю, семья одна, они стояли в очереди на квартиру. То есть в Швеции можно получить квартиру по очереди, по аренде, в очень выгодном ситуации. Но им стоять еще нужно было, по-моему, несколько лет или около того. А у них закончился контракт, им приходилось переехать в другой район. Они пришли в коммуну местную и сказали, вот у нас дочка пошла в школу, ходила год, она очень сдружилась с преподавателями, с другими детьми. И типа, если мы сейчас переедем в другой район, в другую коммуну, она приедет в другую школу, она будет очень скучать по своим друзьям, и у нее будет большой стресс. Может, мы можем как-то остаться в этом районе? И им вне очереди выдали квартиру в этом районе, и они остались жить. Четыре месяца это не очень большой срок, но все же ощутил ли ты положительное влияние на свое здоровье? Может быть, больше стал заниматься спортом, от лучшей еды или чего-либо еще? Может, от экологии? Воздух, вода? Да, я ощутил влияние, но, скажем так, не совсем прямое то, что вот я там скажу, вода стала лучше, я стал там, не знаю, лучше писать или какать, или как-то сел по-другому чувствовать. Изменения немножко другого плана, они в голове у меня начались, и я стал больше думать и заботиться о себе. Это, возможно, связано не совсем с связкой в том, что просто я один стал жить, и у меня стало больше времени. Я все равно стал задумываться о таких вещах, о которых я не задумывался, и я стал мерить давление по утрам. Окей, не давление, сердце, есть специальное приложение для телефона, но там камера мигает, и твой пульс замеряет, и делает какую-то оценку, в Велторе называется, прикольная вещь. Ну что тут, а я, в принципе, я задумывался о таких вещах раньше, когда я живу в России, я даже о таких вещах не задумывался. Я задумывался о том, чтобы начать попробовать медитацию. То вообще, ало, блядь, я что, ебануто, что на медитации заниматься? Нет, оказывается, это действительно, мне начали посещать такие мысли. Месяц назад я дошел до того, что я начал бегать. Ало, я ненавижу бегать. Бегать это скучно и тупо, но я думаю, что ага, бег, хоть это скучно и тупо, это все-таки полезно для моего организма. Было тяжело, конечно, но со временем стало полегче, я стал себя лучше чувствовать. Не знаю, подумал, пойти в зал, который от компании спортзал, можно туда пойти и покачаться на халяву. Не прямое влияние, но вот такое ментальное изменение. Я вижу, что другие люди тоже о себе заботятся. Они там ходят, почти все ходят в спортзал, очень много людей бегает на улице. То есть пойдешь просто прогуляться вечером, встретишь десяток людей, которые бегают. Особенно, если выйдешь куда-нибудь на набережную, где хороший, где красивый вид. Очень часто проводятся марафоны по городу, где люди бегают. И это просто отовсюду, и тоже начинаешь волей-неволей об этом задумываться. А эмоционально стал спокойнее, может быть, как-то размереннее? Есть ли в этом плане, то знаешь, может в России нервотрепка или напряг, или на работе дедлайн? Но я чувствую, что стало меньше стресса. Я не напрягаюсь. Вопрос, выпиваю ли я столько же или больше, или меньше. Пить стал меньше, но я просто стал реже ходить в бары, а в баре я, в принципе, выпиваю столько же, как и раньше. Но сам процесс хождения стал реже. Хожу примерно раз в две недели. Довольно часто, как бы, лайтовенько стал выпивать. То есть по пятницам открывают на кухне холодильник в офисе, накрывают стол всякими снэками, и просто народ, типа общается, выпивает, бутылочку две, там, какого-нибудь сидра или пива некрепкого, или даже вина. Сидели в баре, потом бар закрылся, в три часа, у них уже в три часа закрывается все просто. И мы пошли на хату к другому какому-то шведу, и он там какой-то ликер открыл, и мы там сидели, какие-то караоке пели, орали до четырех утра. Это, кстати, в тот вечер был, когда мне велик спиздили. То есть я потом пришел в четыре часа уже, все такое, поехал домой, прихожу к парковке, у меня еще велик спиздили. Я такой, я пьянющий, мне так плохо, и мне велик украли. И я такой, блин, ну что ж так плохо-то все. И пошел в метро, грустный, и поехал домой. А наутро следующее проснулся, и такой, у меня еще велик украли, и утром стало еще хуже.